В эти дни, когда мы, новая демократическая партия, как мы ее называем, партия Парнас, активно принимают свои члены российских граждан из разных городов, все больше приходит вопросов во время встреч с гражданами и по интернету, вопросов о том, что мы собираемся сделать в экономической сфере, когда пойдем к власти, и что надо сделать для того, чтобы получить ситуацию. Ну, всем нам очевидно, что главная проблема сегодня, это, конечно, рост цен, инфляция. Решение состоит из двух частей. Первое, это, конечно, тарифы, как мы называем, естественных монополий. Тарифы монополий, прежде всего, Газпрома. В стране каждый год увеличивается тариф на газ. Это автоматически ведет к увеличению тарифов на электроэнергию. Это автоматически ведет к увеличению оплаты тепловой энергии в городах. Это автоматически ведет к дорожению транспорта. Это автоматически ведет к подорожанию всех продуктов питания и других товаров, которые граждане покупают каждый день. Как решить эту проблему? Для этого нужно взять под контроль эти монополии. Газпром прежде всего. Прекратить полукоррупционные контракты, когда по завышенным ценам покупаются разные услуги товара самим Газпромом и другими монополиями. Это означает прекратить нецелевые расходы, неправильные расходы, на покупку разных особняков, яхт, автомобилей дорогих. После этого можно принимать решение о прекращении роста тарифов. Второй фактор, конечно, это общий дефицит бюджета. Сам дефицит по себе является источником инфляции. Дефицит означает превышение расходов над теми доходами, которые государство получает. Государственный аппарат, федеральный государственный аппарат, за последние пять лет вырос в два раза. В два раза. Это вместо той административной реформы, которой наше правительство нацеливалось на сокращение, сегодня количество чиновников увеличилось. Это нужно решить моментально. И, конечно, те субсидии, нецелевые расходы по поддержке разных государственных предприятий, а не только государственных предприятий, после кризиса они получили огромные деньги, миллиарды, десятки миллиардов долларов субсидий из государственного бюджета. Все эти деньги должны быть возвращены. Должны быть возвращены. Сокращая таким образом расходы, пересматривая приоритеты в расходах средств, мы сможем не только ликвидировать дефицит бюджета, но сможем увеличить расходы на такие важные сферы сегодня. Это образование и здравоохранение, и науку. Мы это уже делали. Мы знаем, как это сделать сегодня.